Дорогие друзья, добрый день! Сегодня 1 июля 2023 года, и мы приехали рассказать вам про открытие нового магазина Ножимен. Ранний магазин Ножимен в течение более 10 лет располагался на Юноне, но ребята оттуда выросли и переехали сюда, в торговый центр Форум, около метро Кировский завод, в место, куда всем удобно добираться, в новый магазин с огромной площадью, наверное, самой большой площадью ножевых магазинов на сегодняшний день в России. Конечно же, мы не могли не приехать, не посмотреть на это все, не поговорить с Женей Зубцовым, с ее супругой, с их продавцами, с, возможно, с кем-то из посетителей. Я думаю, будет интересно. Поехали! Я рад представить вам обновленный магазин Ножимен. Добро пожаловать! Ура! Спасибо, спасибо, спасибо. Добро пожаловать! Огромный плюс такого большого магазина – это то, что можно разместить гигантское количество производителей на стендах. Все они хорошо видны, все они хорошо доступны, и их можно легко рассмотреть. Например, здесь у нас ножи Титов и Солдатова. В частности, например, вот такие вот новые ножи данного бренда с эргономичной резиновой рукояткой. Это достаточно новая у них серия. Они выполнены с одинаковой рукоятью, с разными формами клинков. Такая бюджетная линейка, и в связи с уходом из России в наше время многих известных брендов, в том числе и Мора, потребность в бюджетных ножах, фиксированных, в России достаточно высока. Приятно, что производители следят за этим и выпускают интересные новинки. Говоря про магазин Нажиман, нельзя не упомянуть Волчий Век, который является постоянным партнером ребят, и продукция компании Волчий Век уже много лет представлена в данном магазине. Одна из моих самых любимых моделей – это Шихан. За счет широкого клинка здесь можно разместить очень популярное и традиционное для Волчий Век отравление. Удобный эргономичный нож, и каждый раз на данных ножах какой-то необычный, интересный, неповторяющийся рисунок. По сути дела, это и рабочий нож, и произведение искусства. Вот за что мы, собственно говоря, и любим Волчий Век. Друзья, чтобы вы понимали масштабы магазина, вот это вот все, весь этот огромный стенд – это все Волчий Век. И внизу шашлычные наборы. Безусловно, помимо отечественных производителей, здесь представлены и иностранные бренды. Например, горячо любимая мной Викторинокс, здесь прямо сразу у входа. Также различные складные ножи, и, что самое главное, стенд с ножами Cold Steel. Смотрите, какой ножевой магазин без ножей Cold Steel. Например, полностью сериэйторный Spartan. Обалденно интересный нож, о приобретении которого в личную коллекцию, я думаю, уже достаточно долго. Смотрите, какой шикарный, классный нож. Его можно прийти, здесь пощупать, возможно, даже купить. Дорогие друзья, с нами Евгений Зубцов, владелец, собственно говоря, магазина Нажиман. Жень, расскажи, как ты пришел вот к этой мечте, к открытию собственного большого магазина. Ну, как тебе сказать, это почти 12-13 лет работы. Мы с тобой знакомы года с 15-го. Я помню, я приходил к тебе в магазин на Юноне, был совсем маленький магазинчик. Сколько магазинов на Юноне ты сменил? Пять. Пять магазинов? И каждый раз он был все больше, больше, и потом? Больше, больше, и двигался к выходу. Да, да. И потом ты принял решение, что нужно все-таки переехать. Почему? Несколько важных факторов. То есть, первое, самое главное, это забота о покупателях, в плане того, что мы работаем со всем городом, а не только с одним участком. Поэтому надо, чтобы всем было удобно доехать. Обязательно близость к метро, автобусная доступность и все такое вот. Чтобы человеку было комфортно. Как долго ты выбирал именно это место? Где-то не прямо это, искал именно такое, вот, чтобы попалось. Ну, месяца четыре-пять, наверное. Вот. То есть, даже, может, чуть больше. А сколько времени ушло на ремонт, на подготовку магазина к открытию? У нас ультра сжатые сроки были. У меня бригада вообще просто шикарная. Мои ребята просто красавцы, потому что мы уложили весь, полностью весь проект в 20 дней. 20 дней, это удивительно быстро, с учетом, что здесь ничего вообще же не было. Не было. Это бетонная коробка даже без электрики. Вот. То есть, здесь все сделано полностью с нуля, четко под нас, четко так, чтобы было удобно для людей. Скажи, а какие у тебя планы по расширению ассортимента ножей? Сейчас же уже появилось. Сколько новых витрин ты купил? 42. 42 новые витрины. И какие новые бренды ты планируешь? Не могу рассказывать. Бренды планируются. Это секрет. Вот. Это будет, да, презентация. То есть, уже договори, ну, где-то, ну, есть договор с ребятами. Примерно 3-4 конторы новых. И еще около шести, еще планируется в ближайшее время. То есть, будет, ну, что посмотреть. Жень, это будут отечественные бренды или что-то из иностранных? Ну, это скорее комбинации того и того. То есть, мы, естественно, мы больше делаем ставку на наших кузнечных мастерских. Вот, различные маленькие, то есть, мастера, которые делают. Это прям мне больше нравится. Они вкладывают душу в свои изделия. Вот. Но также будет и, конечно, классическая серийка, то есть, импорт и прочее. Все будет расширяться. Это радует. На самом деле, я очень хочу, чтобы ты рассказал нашим зрителям про свою команду. Про тех ребят, с которыми ты работаешь. Потому что я их всех лично давно знаю. И думаю, что значительная часть успеха от твоего магазина, это именно в людях, с которыми вместе ты работаешь. Я могу сказать точно. Самое главное – это люди. Самое главное – команда. Все остальное будет, если у тебя есть грамотные люди. Первый раз у нас появился первый – это Андрей, а потом Виола. И они там все даже друг другу немножко обучательнее. Все там Вика, Аня. Ну, Аню, ты знаешь. Да я всех знаю. Фактически надо было начинать с Аней. Она на меня обидится. Аня, ты первая. Дома я получу, да. Ну, из твоих девушек самое красивое – Андрей. Да, вот сейчас еще у нас новый человечек Антон тоже работает. Да, Антон очень приятный, трудолюбивый. Вот, поэтому вот команда все супер. Грубо говоря, мы всей команды успели за четыре дня из крашеной готовой уже коробки все подготовить. И витрины, и подключить, и расставить, и перевести. Все сделали, и прям получилось, честно, вот так, как я хотел. Кайфово. Получилось идеально, с небольшими недочетами, но это мелочи. Надо еще сказать, что еще Юля же вам помогает. Кстати. Ты просто говорил про крашеных. Я думаю, что-то мы забыли. Да, мне можно простить, я спал всего три часа. Вот, поэтому всех обожаю. Мои ребята одни из самых лучших. Поэтому надо приходить. Специалисты грамотные, навязываться не будут, бегать из серии там. Дайте я вам продам. А можно, можно вам что-нибудь подсказать? Можно, можно, можно. На самом деле, по личному опыту скажу, что действительно, у Жени мегапрофессиональная команда. Ребята ненавязчивые, компетентные. И про любой нож расскажут, подскажут то, что нужно выбрать. И это же важный момент. У тебя же интернет-магазин тоже есть. Но я хочу, чтобы ты сказал нашим зрителям, почему нужно именно в розничный магазин приходить. Если в городе, в этом же есть, ну, как в Петербурге живут, да, ребята? Да. Конечно, лучше приехать. Потому что вживую просто взять в руку, подержать, понять предмет, он гораздо лучше. Потому что фотографии делай, не делай, ты это никогда не поймешь, как он будет сидеть в руке. Как он открывается, закрывается, нравится ли он тебе, просто лежит ли он в твоей ладони. Ощутить вес, размер. Конечно, это очень важный момент. Но когда вот ребята живут в других городах и там нет на живых магазинах, ну, конечно, интернет-магазин это единственное решение. Но мы всегда можем тоже помочь. И там и видео высылали, и так далее. То есть ребята просят вживую снять, покрутить, повертеть, понять, вот как он, допустим, в руке сидит. Все это тоже делаем. Ну, наверное, на этом мы сейчас с тобой закончим наше короткое интервью. И пойдем смотреть сами витрины. Может быть, ты нам немножко расскажешь о стендах, о планировке. Конечно, могу примерно все то, что были идеи заложены, все покажу. Пойдем. Ну, Джейн, здесь самый центр твоего магазина. Да, Перекресток. Перекресток. Расскажи. Перекресток Нажиманов. Перекресток Нажиманов. Расскажи про общую концепцию. Вот идея лофта. Как тебе пришла? Мне, в принципе, этот стиль очень нравится. То есть он изначально был заложен в витринах черных. Он был недоработан, в принципе, в старых магазинах. И здесь это уже доведено до идеала. То есть это вот заниженные потолки черные, лампы двухметровые на заказ, между прочим. Нет таких в продаже. Витрины сделаны таким образом, чтобы было комфортно ходить. То есть это широкие проходы. Их много достаточно. То есть также широкий перекресток, чтобы можно было вокруг передвигаться спокойно. Чтобы не надо было толкаться, переживать, что тебе там неудобно. Ты везде все увидишь. Зона ресепшн – это такая жемчужина магазина. То есть с логотипом, патчем, паракорд цветастый. Все это тоже будет. Мне нравится в элкро панели с патчами у тебя. Да, да, да. Это вот яркий элемент. Поэтому стиль был выбран именно черно-белый. То есть черное, серое, беленькое максимум. И на его фоне яркие ножи. Конечно. Потому что зачем добавлять чего-то яркое, если яркие именно ножи. Я согласен. Большой зал и даже вот 2-3 человека здесь покойного. У нас даже немножко есть Санта-Барбара. Но в стиле лофт. Нашей арочки. Это мое авторское решение. Они, можно сказать, такая с секретиком. Но это такой еще и дизайнерский проект. То есть они соединяют вот эти зоны витрин как-то в едино. Мне это все очень нравится. И у тебя оно, наверное, по метражу самый крупный сейчас магазин ножевой в России. Да, по залу именно, да. Ну, скоро будет и по ассортименту. Ну, по ассортименту нагоним. Не, по нескладным ножам у нас, в принципе, да, самый крупный ассортимент. По складным немножечко надо подтянуться. Ну, как говорится, все сделают. Я так понимаю, вот здесь у тебя фиксы, здесь уже идут складные. И вот вся та зона, буквально сколько-нибудь, более десятка стендов, это все складные ножи? Около 20 витрин. Около 20 витрин. Потом там у нас стоит кухня. И вот там вот у тебя еще раздел. Там примерно около 25 витрин фиксы, то есть не складные. А там изделия для ножедельных. Да, здесь Острововка, это кухня, овощечистки и все такое. То есть эту зону мы еще будем очень активно развивать, потому что, ну, все-таки на кухне готовят все. Слушай, на самом деле, это надо сказать, что не только ножи. У тебя же продаются еще и кожаные изделия. И самое главное, что важно, это детали ножей. Возможность самому создать нож и купить расходники. Это одна из первых идей, которые я реализовывал еще в старых проектах. И она до сих пор со мной. То есть это все в разборе. Клинки, рукояти, все прочее. Все, ты можешь прийти, собрать такой комплект их для себя. Как говорится, все залил этой эпоксинкой, шмякнул, готов нож. Ну, это я так шучу. Но многие так и делают. Да. Слушай, ну у тебя же есть еще топоры. И на самом деле у тебя офигенно, что руки выбор патчей. Да. Очень большой. То есть это прям вот, это еще немножко сейчас зону заставили на то, чтобы расширить. Но их очень много. И жена твоя не простит, если я не упомяну паракор. Конечно. Конечно. Она же, в принципе, это все дело развивала. Она у меня молодец в этом плане. Она во всех моих историях, во всех моих начинаниях, она мне помогает. Вот этот браслетик мне Анечка сделала. Причем у меня их два одинаковых. Я когда один заношу в стирку, отдаю своей Жене, тут же одеваю другой. Вот. Так что шикардос, ребята. Ну, мы сейчас, наверное, поговорим с твоими работниками. Послушаем, как они тебя хвалят. Да, сильно не отвлекай, но я думаю, ребята будут рады. То есть вот у нас Юлию, наверное, не знаешь. Илья Роман, здрасте. Здрасте. Как ваши дела? Вот делаю постик, пытаюсь сделать постик про открытие. Ты же у нас двойной агент теперь. Да. Ты работаешь теперь и на выставку Клинок, и на магазин Нажима. Что значит теперь? Уже как несколько месяцев. Уже несколько месяцев? Да. И как, ты довольна работой в этом магазине? Безусловно, как дома. Как дома? Тебя не перегружают работой? Нет. Женя очень бережет нас всех. Скажи по секрету, заставлял мыть пол? Нет, мы сами хотели мыть пол. Мы сами мыли все, сами рвались в бой. Нас никто ничего не заставляет, и паспорт у меня дома лежит. Скажи мне, довольна ли ты новым магазином? Я в восторге, если честно. Потому что, я не знаю, как вот у ребят, они уже в Нажимане... Ребята вот в Нажимане намного дольше, чем я, работают сколько там? По несколько лет там уже, соответственно, они, ну, на Юноне долгое время. И я не знаю, как у них вот сравнение вот этих масштабов. Потому что на Юноне был магазин такой небольшой, маленький, камерный, где слышно было, там, можно было крикнуть со склада нашего, условно, кому-нибудь в зале и сказать, там, эй, там, Виола, там, тра-та-та. А тут, если я со склада крикну, и Виола будет где-нибудь там, она меня вообще не услышит. И да что происходит? На самом деле, я много где был в ножевых магазинах. И в Москве я обошел все магазины. И в Питере бывал. И настолько грандиозного большого зала, мне еще нигде не встречалось. Тут реально можно играть в керлинг. Ну, слушай, не надо, пожалуйста, потому что эти витрины, они были таким трудом собраны и отмыты. Это отдельная история. А я помню. Мне даже снилось как-то в одной из ночей, как-то вот я такая так, витрина, я мою, ага, плохо, тряпка это не подходит. Надо другой тряпкой взять, вот чтобы разводов не оставалось. Это так, это так. Так я вот приехал два дня назад, ну вот до момента съемок, и ты такая, перед тряпкой моей витрины. Не успел Леша прийти к нам в гости, как Леха, тряпка. Вон там лежит, вот шкафы, там эти витрины еще не мыты, вперед. Да, Андрей вообще молодец. Андрей спас меня от физического труда, физический труд это не мое. И в общем я Андрей очень благодарен за то, что он оставил меня на блогерском поприще исключительно. Для наших зрителей мы кратко скажем, что у каждого участника нашей команды, которая помогает выставке Клинок, есть основная работа. Санчис плавает на байдарке. Его работа. Да, и пьет медовуху. Я юрист, Алена у нас замдиректора в крупной корпорации. А у Юли основное место работы в магазине Нажимен? Да, я контент-менеджер по своей деятельности. Я всегда была и СММщиком, и МНДМщиком. Как это правильно? МНДМщиком. СММ-менеджером, контент-менеджером. То есть это была моя основная работа, и соответственно теперь я работаю в Нажимене, занимаюсь всей этой прекрасной творческой работой. Тебе нравится заниматься в области ножей этой работы? Безусловно. То есть я, например, познакомилась со столькими производителями, со столькими характеристиками ножей. Я постоянно прихожу, какой бы нож сегодня потрогать, боже мой. А вот этот потрогаю, а какая прелесть. А сегодня вот этот потрогаю. Соответственно, раз я делаю контент, мне приходится узнавать все больше и больше моделей, а не фоткать только то, что мне уже нравится. А можно я похвалю тебя зрителям? Давай. Хорошо. На самом деле это важная информация, потому что многие думают абсолютно напрасно, что Юля такая типа модель, которая приходит сниматься с ножами. Это неправда. Вот мы с тобой познакомились на съемках Империи Ножей и провели с тобой несколько встреч. А что, так думают, что ли? Некоторые так думают. Что, фигели, что ли? Ребята, не будьте такими, не будьте. И вот мы с тобой же встречались, я помню, что мы с тобой в Токио встретились, мы долго разговаривали про российскую ножевую индустрию, про особенности конструкции ножей. Я помню, я уже уехал с нашей встречи, и ты мне такая, по-моему, написала, «А что такое шарик Детента?» Да. И вот это круто, потому что, друзья, Юля реально разбирается в ножах, она постоянно повышает свой скилл и проверяет ножи на практике, поэтому большой тебе респект. Спасибо. Ну, а кто не верит, ну и вплевать, как Андрей плюет мне в кофе, он делает божественный кофе, когда приходишь на работу. А мы сейчас с Андреем это обсудим. Без плевка Андрея я кофе не пью. Мы все пишем на камеры. А, дорогие друзья, мы тут поймали Андрея, отвлекли его от работы в новом магазине. Расскажи, какой кайф работать в этом новом помещении? Ты слышишь, какая акустика здесь? Да, здесь офигенно. Здесь акустика, здесь есть поток воздуха, который постоянно тебя обдувает, и тебе становится хорошо. Да нам прям офигенно хорошо. Воздух тут, воздух здесь, потолок, офигенные речки, много ножей. С утра уже было много покупателей сегодня, в день открытия. Сегодня с утра было столько покупателей, сколько я за выходные дни на Иноне не встречал. За два часа, да, час дни. Ну и в целом, в целом, как тебе вот этот стиль? Вам господин Зубцов навязал, что вам это нравится? Или ты реально кайфуешь от этих серых стен, черных витрин? Это, знаешь, это минимализм стильный. То есть это именно не какое-то светопредставление. Какая-то липоватость. Липоватость. Никакой цыганщины. Все строго, по делу, четко, но при этом с яркими пятнами. Это то, что нужно. Мне очень нравится, как выглядят светильники. Эти длиннющие светильники, да? Они, если встать в конец зала и смотреть на другую сторону зала, они выглядят как вот дизайнерское решение. Именно не просто человек там подумал и захотел, сделал, а как пришел дизайнер, который за это деньги получает. Якобы он был дизайнер, да. Вот. И нарисовал и сделал так, чтобы все это было вот настолько брендово, насколько это возможно. Ты мне скажи, пускай по секрету подтягиваться пробовал на этих рейках. Покажение не видит. Я думаю, что на них можно еще попрыгать. Ну, если, конечно, высоты не боишься. Спасибо тебе большое. Ну и тут прям я вижу, что заходят покупатели. Поэтому давай продавай ножи. Продавай ножи. Мы пойдем еще помучим кого-нибудь. Че? Катя? Че? Вот и контент, да? Ну и вот ты пришел к самому началу. Как тебе у нас? Отвратительно, как всегда. Отвратительно прекрасно ты хотел сказать. Ну, типа да. Дайте мне, пожалуйста, шашечку какую-нибудь. Сейчас мы не исправим его мнение. Мы тут старались, мыли, терли, оценили. Не, на самом деле, что я могу сказать. Объем, масштаб, отлично. Мне очень нравится. Мне и там нравилось. О, ты какой душка. Да? Да, я всегда хвалил очень магазин. Нажимал. А ты же мне больше всего нравится? Ну, как что? Кроме нас. Кроме вас? Да. Не о чем говорить. А. Не, нормально. Мне нравится, что всегда витрины освещены. Все всегда хорошо. А это Женя все дело поставляет? Ну, я даже не сомневаюсь. Мастер-электр. Мастер. Я знаю то, что вот тут все ковырялись. Да. В поту. В поту. Потихонечку? Потихонечку. Нет. На скоростях вообще неистовых. Не, молодцы, молодцы. Масштаб впечатляет. Ты что-нибудь будешь покупать? Мягко говоря. Я покупать. Или пришел поглазеть на вас? Поглазеть на вас. А пообнимать нас? По... А-а-а. Пообнимать обязательно. Вот. А так, да, поглазеть по большей части. Иди тогда обними обязательно всех остальных и купи что-нибудь. А. Агрессивные продажи пошли. Дайте нож. Что это за агрессивный маркетинг? Пусть там быстро купишь что-нибудь. Шашку, шашку давай. Я посмотрю. Давай. Не надо смотреть, надо брать. Ну что, друзья, мы тут поймали на входе Игоря. Игорь, расскажи, ты же приехал на открытие магазина Ножемен? Да, конечно. Было очень интересно посмотреть, как ребята открылись. Вот как у них зал выставленный. Я смотрю, это теперь, можно сказать, наверное, самый большой магазин ножей в Питере. Все так и есть. Ты же давно, ребят, знаешь, постоянно же ездил к ним на Юнону? Да. Лет пять уже, наверное, знаю. На Юнону ездил. Но, к сожалению, было, наверное, не очень удобно туда добираться. Сейчас, когда вот они находятся возле метро, Кировский завод. Буквально две минуты от метро идти. Две минуты, да. Очень удобно добираться. Ну и как тебе впечатление в целом от целого магазина? Успел посмотреть, изучить? Очень сейчас много товара. Еще не успел, на самом деле, все посмотреть. Но у меня еще будет время. Да, мы еще вместе сейчас ходим, посмотрим. Спасибо тебе большое. Ну что, друзья, мы продолжаем отвлекать сотрудников Ножимана от работы. И удалось выловить Анечку, супругу нашего любимого Жени. Аня, вот расскажи мне про вот эту вот красоту, которую у нас за спиной. Про в целом. Про в целом. Про в целом оформление. Ну, в первую очередь, это наш логотип. Ножимэн. Да. Значит, сначала было название, когда Женя его придумал, или 10 назад, наверное. Вот, но не было его вообще какое-то оформление. Вот, обратились к знакомому дизайнеру. Вот. Он нам, собственно, нарисовал логотип. И это прям четко, четко попал в то, что мы хотели. Вот. И с тех пор он с нами. Это же тот же самый, который был на Юноне. В предыдущем магазине, да, мы как раз сделали вот эту конструкцию. Как сказать, акцентная стена получается, потому что здесь часто фоткаемся. Тут у нас логотип, у нас яркие тут какие-то элементы. Там паракорд, здесь разнообразные патчи. И ресепшн, у нас, заметьте, стал тоже больше. У нас все выросло, все стало больше. Вот. И мы тоже, наша команда, за эти годы выросла очень сильно, как профессионалы, так и по количеству людей. В общем, мы стараемся, стараемся для вас. Вот. И спасибо вам большое. Вот. Там у нас наверху лежит паракорд. Я знаю, что направление паракорда – это практически твое детище. Можно сказать так, да. Я когда-то, попали мне в руки пару темляков, и я так, интересная штучка, попробовала поплести. Вот. И стали постепенно вводить ассортимент. И очень прикольно. Казалось, что большая такая есть, как помимо ножевой субкультуры, есть еще субкультура паракордистов. Вот. Которые плетут разные аксессуары. Это тоже как околоножевая тематика. Те же темляки, там, браслеты, как сопутка с собой, там, в поход эту веревочку взять. Плюс можно всякие, там, декоративные всякие штуки делать. Вплоть, там, да, ремней, там, собакам ошейники с ним плетут. Там, все, что угодно можно сделать. Так и есть, так и есть. Вот. Ну, и, да, как сопутствующие. На мой взгляд, именно ваш паракорд – это одно из важнейших направлений магазина. Потому что, сколько ребята приходят, покупают нож, ну, почти всегда еще и паракорник будет. Да, да, это аксессуар, потому что, да, всегда хочется к носу также паракорду. Бусинки прилагаются, чтобы индивидуализировать свой нож, да, сделать его каким-то уникальным, подчеркнуть свой характер. Можно эту бусинку, подобрать паракорд в цвет ножа, вот. И, собственно, красивенько фотографировать для Инстаграма. Ну, не для Инстаграма, извините. Причем в Российской Федерации организации. Да, разных соцсетей. Расскажи в нескольких словах о том труде, который был вложен в ремонт и вообще в этот магазин. Я знаю, что вы тут буквально ночевали. Да, труд, труд, конечно, тут титанический. Я очень благодарна бригаде ремонтников, которые нам помогли. Они также ремонтировали наш предыдущий магазин. Вот, так что ребята проверенные. У них здесь были очень сжатые стресс-сроки. У нас получилось, у нас было меньше месяца на то, чтобы все это пространство с нуля буквально привести в такой вид. То есть, это эти огромные потолки, бетонные стены, бетонный пол. Здесь не было ничего. Да, даже плитки же не было. Был просто голый бетон. Ничего не было, да. И все подбиралось. У нас уже был какой-то свой, в предыдущем магазине уже был какой-то бетонный стиль. Вот, цвета какая-то, симметрия, расположение. То есть, было легко здесь уже что-то придумать, потому что мы уже просто продолжали, ну, увеличивая. Ну, немножко еще с освещением здесь Женя придумал. Длиннющие светильники. Да, 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 и через нашу. В общем, мне тут все нравится, все очень красиво. Мы тоже довольны. Я довольна результатом, да. Давай пригласим наших зрителей приходить. Конечно, приглашаю, приходите, посмотрите. Просто в гости. Мы всегда рады поговорить с нашими с единомышленниками, с нажиманами. Приходите поболтать, купить нож, паракорд и все остальное. Или бусиночку. Да, бусиночку, да. У нас есть все, ассортимент будем пополнять. У нас теперь есть много места в магазине, чтобы привезти какие-то новые товары, новые бренды завести. Кстати, можете в комментариях написать, что вы бы хотели еще видеть в нашем ассортименте. Мы постараемся это включить. Потому что мы всегда реагируем на обратную связь, на покупателей. На их пожелания стараемся. Все так и есть. Дорогие друзья, ну что я могу сказать о вам в завершении? Это интересный магазин с шикарным выбором ножей. Действительно территориально отлично расположенный. Здесь замечательная атмосфера, отличные продавцы. Это настоящий рай для нажиманов. Пожелаем ребятам успеха в дальнейшем развитии, в расширении ассортимента, в увеличении модельного ряда продаваемых ножей, паракорда, топоров, бусин и всего остального. Вас же я попрошу обязательно подписываться на наш канал, жамкать колокольчик, обязательно оставлять положительные комментарии. Не забывайте про нашу группу в Телеграме, про нашу группу ВКонтакте. Всех люблю, всем счастья, добра, здоровья. До новых встреч, друзья, пока.